11 июля в Бишкеке, Токмаке и Оше пройдут повторные выборы в городские кенеши. Партии социал-демократы, Нугу Прогресс и Замандаш уже подали заявки в столичную ТИК о намерении участвовать в избирательном процессе. Отметим, что Центральная избирательная комиссия уже утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов. В трех городах будут работать 3 ТИК и 326 участковых избирательных комиссий. ЦИК также предоставила смету расходов на выборы в размере 48 миллионов 344 тысячи сумм. Сюда входит выплата заработных средств членам участковых и территориальных избирательных комиссий и другие расходы. Текст избирательных бюллетеней Центр избирком утвердит до 28 июня. Они должны быть изготовлены до 3 июля и до 8 июля доставлены на участки. Партии, которым до того, как бюллетени будут отпечатаны, откажут в регистрации или они сами передумают участвовать в гонке, смогут получить обратно свой избирательный залог. Отозвать свои документы партии могут до 8 июля включительно. В Бишкеке политорганизации должны внести 50 тысяч сомов, в Токмаке 20 тысяч сомов. Срок подачи документов в ТИК истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявляют, какие партии зарегистрированы. 21 июня начинается агитация. Она продлится до 8.00 10 июля. Гуркинишам, Бишкеке и Аша даются 45 мандатов, так как эти города республиканского значения. Город Токмак дается 31 мандат. Те партии, которые хотят принять участие на выборах в городской Кенешу, могут подать свои заявки до 13 июня до 24.00. После будет идти регистрация и проверка документов после ТИК объявит о том, может ли та или иная партия принять участие в выборах. Напомним, что 11 апреля в стране прошли выборы депутатов 28 городских Кенешей и 420 аильных Кенешей. Среди них в трех городах результаты голосования были аннулированы из-за нарушений. 3 мая были отменены результаты выборов в Гуркиниш Токмака. 11 мая аналогичное решение было принято по местным выборам в городе Ож. А 19 мая недействительными признали выборы в Бишкекский городской Кенеш. Эксперты отмечают, что отмена итогов выборов должно стать уроком как для политорганизации, так и для самих граждан. Руководством страны поставлена очень большая задача, чтобы впредь на выборах, чтобы не использоваться административные ресурсы. Конечно, всякие конфликты, всякие политические пертурбации именно происходят из-за вот таких выборов. И, соответственно, это должно быть очень большим уроком для всех политических сил, которые принимают именно в этом активное участие. Другой вопрос, вот как надо дальше бороться именно с коррупционным проявлением. Вообще надо запретить агитировать в таких компаниях. Лучше использовать все виды средств массовой информации, давать хорошую площадку через ЛТР, ОТРК, чтобы они доносили свою предвыборную программу до горожан и, соответственно, использовать только социальные сети. Отметим, что результаты повторных выборов в трех городах, согласно календарному плану, должны быть подведены до 25 июля. Бишкекская территориальная избирательная комиссия призывает политические партии, а также будущих кандидатов воздержаться от нарушения избирательного законодательства. ТИК также обращается к избирателям города Бишкек с просьбой сообщать о зафиксированных фактах нарушений в координационную группу оперативного реагирования Бишкекской территориальной избирательной комиссии по номеру 05382426.